МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиции, которые им доверяют. Генеральный спонсор программы Национальный управляющий холдинг Казагра. Эффективные инвестиции в реальные проекты АПК. Делая вместе, достигаем большего. Смотрите в этом выпуске. Кто на свете всех сочнее, всех полезнее и вкуснее? Картинки и разговоры с выставки теплиц и тепличных технологий. Ноу-хал в кредитовании. Центр обслуживания фермеров от Казагра. Звездный рецепт хорошего вкуса и позитивного настроения. Объем потребления соков на отечественном рынке в прошлом году составил 996 миллионов, почти миллиард литров. Как далеко нас занесло в реки импортных напитков? Какова доля отечественных продуктов на этом рынке? Что говорят тенденции? Разбиралась Дарья Пономаренко. Близится лето и сезон открытия всевозможных прохладительных напитков. Около 70% казахстанцев не могут обойтись без соков и нектаров. Сегодня мы решили узнать, во что выливается ситуация с этой продукцией на рынке. Отечественные производители соков уверенно не сдают свои позиции. Они поставляют около 80% необходимого объема продукции. Оставшаяся часть завозится в основном из России. Всего же рынок соков и нектаров оценивается в 400 миллионов долларов в год. Если говорить о соотношении, то получается где-то 200, наверное, миллионов литров это соки и нектары, 300, наверное, миллионов литров это сокосодержащие напитки. Самый натуральный из всех напитков обычный сок. То есть сок, приготовленный методом прямого отжима. Он проходит только тепловую обработку и разливается в банки или бутылки. В напитках не содержится ничего, кроме соков. Однако такие соки сегодня редкость. В Казахстане работает не так много перерабатывающих заводов. Проблема в сырье. Яблок у нас практически нет. Если выращиваются, то это выращиваются не промышленные яблоки для переработки предназначенной, а столовые для потребления. А потому рынок залит восстановленными соками. Это микс из специального натурального концентрата и чистой воды. Концентрат – это не химия. Его получают из того же натурального сока, выпаривая жидкость. Потребителям знакомы и так называемые нектары. Из вишни вы сможете выпить только две столовых ложки может быть сока. Остальное вы не сможете пить, потому что это очень терпкое, кислое. И сок такой люди пить не смогут. Делают нектар из этого. То есть разбавленный сок. В зависимости от фрукта или ягоды содержание соковой части в нектаре должно быть от 50 до 20%. Бывают сокосодержащие напитки с содержанием всего соковой части с 10%. Представляете, привлекая заманчивым названием и разливая в эту бутылку сокосодержащий напиток, можно таким образом хорошие деньги делать, обманывая потребителя. Поэтому не стоит доверять кричащим названиям на пакетах с соками или нектарами. Лучше изучите состав. Мы привели вам самые сочные подробности этого сегмента. Знайте рынок и делайте правильные покупки. В одном из прошлых выпусков нашей программы мы рассказывали об открытии Центра обслуживания фермеров в Южно-Казахстанской области. Этот проект нацхолдинга Казагра запустился в пилотном режиме. Несколько дочерних компаний холдинга разместились под одной крышей и стали работать по принципу одного окна. Теперь фермерам стало проще и мобильнее получать кредиты. Еще один центр открылся и в Кустанайской области. Уже с самого утра в Кустанайском центре обслуживания фермеров настоящий аншлаг. Многие крестьяне оставили ненадолго свои агродела и приехали в город. Здесь в центре их ждут специалисты сразу нескольких дочерних компаний нацхолдинга Казагра. В планах разместить в одном здании все структурные подразделения. Пришел крестьянин взял у нас например кредит по программе СБАГА тут же оформил лизинг технику в одном здании в Казагрофинансе зарегистрировал этот скот здесь же в Казагромаркетинге в базе ИАС для получения субсидий в дальнейшем по каким-то программам взял кредит под гарантию СПК например в проткорпорации какую-то сумму. Менеджеры дочерних компаний Казагра будут не только разъяснять все детали кредитных программ но и помогут провести ценовой анализ агрорынка. Центры обслуживания фермеров позволят заемщикам максимально сэкономить свое время ведь уровень и мобильность обслуживания клиентов реально повысится. Мы обмениваемся даже опытом можем обмениваться информацией по каким-то клиентам не выходя с одного здания да коммуникация намного упростилась. Специалистам дочерних компаний Казагра и потенциальным заемщикам станет проще работать и с пакетом документов для оформления кредита. Холдинг планирует перевести все необходимые справки и выписки в электронный формат. Будет полный пакет цифровных документов будет поставлена электронно-цифровая подпись сельхозтоваропроизводителя и наш представитель на районном уровне он просто сразу же отправляет его в областное подразделение Казагра. Либо это Казагра Финанс либо это Аграрная Критная Корпорация. То есть мы меняем 60 дней условных при которых это срок когда он собирает документы на условно 60 минут. В общем в новой концепции нацхолдинга Казагра максимальная оптимизация работы своих подразделений и повышение доступности кредитов. Такая схема уже работает при помощи вот такого центра обслуживания фермеров. И те для кого он создан уже оценили все преимущества сервиса в новом формате. Это очень удобно для нас потому что здесь находится и под корпорацией и как и под финансом. Вот эта вот форма обслуживания можно сказать что народная. Она доступная и в принципе я думаю это перспектива обслуживания в будущем. Пока такие центры заработали в пилотном режиме в Костанае и Шимкенте. Новая организация откроется еще в двух областях Акмолинской и Алматинской. А это значит что инвестиции нацхолдинга Казагра станут еще и заработают эффективнее. Выставка теплиц и тепличных технологий в Алматы стала популярным местом не только для специалистов но и для дачников фермеров. Здесь обмениваются опытом представляют новейшие технологии тепличного производства интересуются что можно выбрать в тех или иных условиях. Одним словом сюда приходят на других посмотреть и себя показать. Все подробности об очередной такой выставке у нашего корреспондента. В Алматы проходит пятая международная выставка теплицы орошения овощехранилища. В этом году в ней принимают участие 114 иностранных и отечественных компаний из 14 стран мира. На презентационной площадке лучшие разработки для выращивания полива и хранения овощной продукции. В этом году своим ноу-хау удивили отечественные ученые. Они впервые продемонстрировали новую систему интеллектуального полива. Она работает на основе электронного датчика, который контролирует индивидуальную подачу влаги и удобрений для каждого растения. Растению нужно, клапан открылся, вода пошла. Если растению не нужно, вода никогда не будет поступать. В связи с этим у растения нет стресса, растение растет более лучше, улучшается урожайность. Тестирование системы показали, она способна увеличить урожайность на 20-30%. Кроме того, точная дозировка необходимых веществ позволяет экономить воду и минеральные удобрения. Еще одна новинка в орошении тоже Made in Kazakhstan. Наши ученые решили превратить отходы в доходы. Они предлагают производить шланги для полива из необычного сырья. Шланг почвенного орошения делается из отходов из изношенных автомобильных покрышек. Они измельчаются методом механического дробления, на нашем уникальном оборудовании активируются и совместно с полимером экструдируются на линии по уникальной технологии. Казалось бы, шланги из отходов, но у таких изделий список преимуществ и самое главное из них долговечность. Шланги старых покрышек смогут прослужить более 15 лет, говорят разработчики. Плюс ко всему, они терпимы к перепадам температуры, давлению. Можно доставлять не только влагу, но и водорастворимые удобрения. Можно аэрировать почву различными газами питательными, которые нужны для корней растений. Все эти ноу-хау принесут огромную пользу тепличному семейству, которое сейчас разрастается по всему Казахстану. Современные комплексы под своей теплой крышей позволят производить больше овощной продукции, которая так необходима на рынке в межсезонье. 88 тысяч тонн в межсезонье потребуется население по овощной культуре, а мы обеспечиваем 18-20 тысяч тонн. Разница 60-65 тысяч тонн овощей в виде продукции завозится из ближнего государства. Чтобы окончательно вытеснить из нашего рынка дорогие импортные овощи, нужно увеличить площадь закрытого грунта еще на 200 гектаров. Важно не просто построить теплицы, но и внедрить инновационные ресурсосберегающие технологии. Тогда овощи станет выращивать и выгоднее, и дешевле. Говорят, на вкусную и любимую еду никогда не хватит здоровья. Наши звездные гости всегда готовы оспорить это мнение. Они не только пробуют вкусную и любимую еду, но и сами ее готовят. А ты помнишь, что должен меня охранять? Да, конечно. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире традиционная вкусная кулинарная рубрика «Завтрак со звездой». И сегодня у нас в гостях известный казахстанский актер Санжар Мадив. Здорово, Санжар. Привет, Назар. Привет, друзья. Сегодня мы будем готовить очень вкусное мое любимое блюдо под названием курица с индийскими орехами. Вот. А ингредиенты-то какие нам понадобятся, Санжар? Ага, ингредиенты следующие. Ну, это, собственно, курица в виде сердечка. Соль китайская, затем сахар. Китайский? Нет, наш. Виджин, джиджин, индийские орехи собственной персоной, крахмал, масло, огурцы, огурец обычный и зеленый лук. Вот и все. А про яйцо ты забыл? Да, кстати, яйцо и чеснок. Точно. С чего же мы начнем приготовление твоего любимого блюда? Назад. Ну, в первую очередь это с улыбки. С улыбки. Далее мы берем курицу, обязательно правой рукой. Так, правой. Да. Раз, два, три. Все, положили курицу. Синкромно. Нам понадобится только вот этот кусочек, да? Ровно половина филиппник. Санжар, я знаю, что в кино вы пришли благодаря кастингу на фильм «Кочевник», где вы сыграли в Мостовке. Да, Может, это был ваш золотой билет в мир кинематографа? Не согласен. Не согласен? Не согласен. На самом деле, это был не золотой билет, это был белый билет кинематограф, потому как после съемок в «Кочевниках» я целиком и полностью обиделся на кинематограф в общем, потому что было некомфортно, уже ужасные условия. Ну, теперь я понимаю, что такое быть массовка. И следующее на очереди? Следующее у нас на очереди это соль. И на очереди у нас вийджин и? Вийджин. Идем дальше. Мы берем одно единственное яйцо, которое сейчас стоит в сторонке. И? Скучает. В китайском же стиле все это разбиваем, да? В китайском не надо, веком. Берем просто и отсекаем ей верхушку. Дальше мы добавляем сюда добавление крахмала. Так. Ну, такое ощущение, что он остается у меня на пальцах, так что мне придется добавить еще. Да, добавить еще и при этом это все размешать. Руками. Показаться. Руками, да. Так, ну вот мы закончили с массажем курицы. Откладываем ее в сторону, пускай она немножко помаринуется. И на очереди у нас? На очереди у нас огурец. Так, ну мы вот порезали наш огурец, вот бери половину ровно и нам нужно порезать его ромиками. Так, назад, ну все, здесь мы тоже закончили. Ты берешь лук, режешь его на три части. Весь лук причем, да? Или остальные? Нет, буквально половинку здесь достаточно. А ты берешь чеснок, да? Я беру чеснок, и то не весь, так как у нас дальше мы идем на свидание. Один зубчик. Один зубчик. Ну, с чесноком мы тоже разобрались. Лук тоже дорезали. И все это перекладываем в тарелку. И следующий этап? Следующий этап мы добавляем в нашу уже почти приготовленную курицу. Мы добавляем необычное масло, да? Это необычное масло, да. Добавляем сколько грамм? Я думаю грамм двадцать. Ну, Санжар, осталось самое главное, да, действие? Мы идем жарить. Жарить нашу курицу и наши овощи. Наши овощи. Да все правильно? Пошли. Так, ну, идем в святую святых всех ресторанов и кафе. Это кухня. кухня. Вот она святая. Так, но первое, мы должны отделить огурец от всего остального, то есть мы его забираем. Да, чеснокоилку и кладем его в такой дуршлаг. Все, видите, здесь нет огурцов. Дальше, берем нашу курицу. Так, теперь мы добавляем данную курицу в наш казанчик, да. Мы делаем это аккуратно, потому как масло очень горячее. И потом следующим образом мы уже мы должны будем вылить это масло в этот дуршлаг. На огурцы. На огурцы, да, чтобы они отдались немножко горячим маслом. Это не очень безопасно, уважаемые зрители. Так, все мы выливаем. Дальше это пока стоит здесь, там мица. А мы приступаем? Мы приступаем к нашему луку и чесноку. Мы это все выкидываем в наш казанчик. Так, далее берем индийский орех, он же кэшью. Надо проверить вам съедом, нет? Так. Обжаренный. Сюда. И казан отставляем. И сверху мы посыпаем это все нашим блюдом. Все мы перемешиваем чуть-чуть, чтобы не подгорело. И можем уже выкладывать это все аккуратно. так и идем к нашей точке. Обратно к столу? К столу. Пойдем. Вот наше блюдо курица с индийским орехом готово. Надеюсь, вам было интересно и весело наблюдать за нашей сегодняшней готовкой. А сегодня с вами в программе «Продвопрос» был Санжар Мадеев. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Такой была эта «Продовольственная неделя». В следующем выпуске мы приготовим для вас новую порцию новостей. Как всегда вас ожидают самые горячие темы, а на десерт завтрак со звездой. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания! Генеральный спонсор программы «Национальный управляющий холдинг Казагра». Эффективные инвестиции в реальные проекты АПК. Делая вместе, достигаем большего! Традиции, которым доверяют. Редактор субтитров